Ладно, холодно, я пошел. Счастливо. Так, первые дни декабря встретили татарстанцев по-настоящему морозной погодой. Сегодня столбики термометров опустятся до минус 13. Но в таких минусовых температурах есть и плюсы, говорят специалисты. Контактов на улице стало меньше, а значит и меньше риск распространения вируса. Но тем не менее число заразившихся продолжает расти. 90 новых пациентов за сутки. В последний раз такой высокий показатель был в мае, а значит расслабляться нельзя. Особенно в учебных заведениях. В сентября 206 случаев заболевания среди школьников, студентов и педагогов. За последние сутки утренний фильтр не прошли еще 75 учащихся. Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют учителям и школьникам по приходу домой сразу менять одежду. Сегодня на разобщении находится 17 классов. Из них 15 в городе Казани, один класс в Кукмаре, один класс в Агрызе. Общее количество учащихся в этих классах 439 человек. Полностью закрытых школ на карантин в республике Татарстан на сегодня нет. В Роспотребнадзоре напомнили, обо всех нарушениях эпидрежима можно сообщать на горячую линию. Всероссийский круглосуточный номер заработал с 21 ноября. От татарстанцев поступило почти 200 звонков. Основные жалобы – долгое ожидание результата теста на ковид. По требованиям Федерального Роспотребнадзора срок его выполнения – 48 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию. В четырех фактах могут иметь место нарушения. И по данному факту управлением Роспотребнадзора выясняются все обстоятельства. Если будет установлено нарушение, то, соответственно, будут меры приняты. Как отметили, на этой неделе тесты начала проводить еще одна частная клиника. Всего в Татарстане проведено почти 2 миллиона ПЦР-исследований. Чаще всего новые случаи заболевания выявляют в Казани. Также в лидерах антирейтинга, кроме столицы, набережные Челны, Зеленодольский и Нижнекамский районы. При этом, как подчеркнули в Минздраве, тяжелых пациентов перевозят в крупные стационары. За каждым учреждением центральной районной больницы закреплено курирующий крупный стационар из числа стационаров города Казани, который оказывает методическую помощь в плане курирования, проводит консилиумы вместе с ними, а также маршрутирует на себя пациентов, которые вызывают опасения. Тем временем продолжаются проверки в аэропортах и гостиницах. Впереди Новый год. Специалисты еще раз призвали соблюдать все санитарные меры безопасности. Рамиль Галюлин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань.